Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите видеоролик с разведданными, которые собрал для вас блондин. Совсем недавно, перед Новым годом, я обсуждал такую тему, что нужно прокатиться по салонам и собрать информацию за автомобили, которые стоят до 1 миллиона рублей. Ну почему? Несмотря на то, что по телевизору в посланиях от президента нам рассказывают, что мы становимся все более и более развитой стороной, что уровень жизни поднимается, все круто, нас с вами, как простых людей, не обмануть. Мы видим то, что на самом деле все очень даже печально. Мы снимали видеоролики про машину, которая стоит 3,5 миллиона рублей, 6 миллионов рублей. Вы смотрите и говорите, ну да, интересная машина, но кто готов ее купить? Нужно собрать информацию более приземленную для нас, простых людей. И именно поэтому сегодня мы прокатимся по разным дилерам и послушаем, что они будут предлагать на автомобили, цена которых до 1 миллиона рублей. У нас сегодня съемка будет осуществляться на две камеры. Из машины мы снимаем на нашу хорошую, с хорошим звуком. А по салонам я буду ходить делать подсъемы на нашу маленькую DJI Osmo. Вы все прекрасно знаете, что никто из дилеров не любит, как кто-то приходит в салон с камеры, начинает ходить, задавать вопросы, снимать. Сразу начинается, уберите с камеру, прекратите съемку, а есть у вас разрешение. Да и я сам по себе человек не конфликтный, поэтому мы сейчас приходим, собираем всю информацию и я вам, так сказать, докладываю. Никакие скандалы мне не нужны, не интересны. Я лишь хочу донести для вас только полезную информацию. И мы уже на месте. Лада Автогермес. Идем общаться за Ладу Весту. Да вообще посмотрим, что предлагают. И сходим обязательно в кредитный отдел. Посчитаемся. Вот, дед, смотри, вот такая у тебя машина будет, комплектация в шоуруме стоит прям точь-в-точь, что я тебе ее считаю. Вот робот идет, соответственно, такой же, как автомат. Чуть-чуть интересный. РНД. А, РНА. То есть на нейтралку поставил, ручник дернул, все стоит. Пластик, конечно, дубоватенький где-то, возможно, шуметь будет. Ну, так в целом. Вот такая картина у тебя будет. 920 тысяч рублей машина стоит. Сзади она у тебя вот такая, как ты хотел. Багажник, в принципе, большой. Ну, посмотришь сам, то есть примешь решение. Вот, видишь, кладешь, он у тебя весь складывается, разбирается. Но сделан так поинтереснее, да, где-то, чем у корейцев. То есть смотри, видишь так, посимпатично. Пластик здесь прям где-то вообще весь жесткий. То есть прям, знаешь, боюсь то, что начнет у тебя все пищать. Ну, а там посмотрим. Ну, а как еще? Конечно, приходится проявлять смекалку. Сказал, что машину подбирают для деда. Деду неудобно кататься по салонам. Поэтому прошу вас дать разрешение поснимать. Конечно, конечно. Я выбрал одну из топовых комплектаций. Люкс с мультимедиа. Цена вопроса 920 тысяч рублей. С учетом того, что цвет автомобиля будет черный. Значит, за наличный расчет, подчеркиваю, машина 2019 года уже скидок ноль. Ничего дарить не хотим. Машины и так продаются. На самом деле видно, что в салоне народ сидит. Крутится вокруг машин, смотрит, щупает. Тут прям видно, что некоторые люди очень хорошие. Очень хороший экземплярчик, интересный. Я же присел в автомобиль. По мне, ну, телега самая откровенная. Садишься, ну, все какое-то, знаешь, деревянное. Вот мы порой там снимаем тачки пластик жесткий. Вот, парни, кто не сидел, съездите, посмотрите. Вот там жесткий пластик. Ну, в целом, знаешь, народ, как бы, доволен, смотрит. О, все проблемы известны, за все узнаю. Машинка интересная. Суть не в этом. Пошли в кредитный отдел. В кредитном отделе сразу 40 тысяч, если берете кредит, плюс 10 тысяч рублей от салона. 50 тысяч. Поначалу менеджер посчитала ошиблась из серии. Знаешь, забыла скидку учесть. Потом сделала расчет. И здесь произошло чудо, друзья. Она сразу прям сделала мне уклон на то, что в кредите будет страхование жизни и ГАП. То есть, вот 14 850. Сюда уже все заложено. То есть, прям показало, что 1421 рубль в месяц это страхование жизни и ГАП. Что все это есть, что это дает, для чего это нужно. Все разжевало. То есть, я был прям приятно удивлен. Я хотел сказать, молодец. Ну, приятно, что тебя проинформировали. Более того, я ей говорю, если я захочу от этого отказаться, можно? Да, вы можете от этого отказаться. Процент сделала перерасчет. С учетом того, что вы отказываетесь, на 3% ставка вырастает. Но все это предварительно. Реальные цены и финальные условия будут только после отобрения кредита. Самое главное, что дилер проинформировал. Кредитный отдел сказал, что вот такие услуги будут в кредит включены. Ну, а прямо сейчас мы с вами отправляемся, знаете куда? Китайцам. Друзья, очень часто начали писать. Слушай, а вот здесь китайские тачки недорогие. Давай съездим, посмотрим. Я прекрасно знаю, что многие их поливают говном. И в целом, я уверен, что это правильно. Так оно и есть. Подчеркиваю, в этом ролике мы не делаем никому рекламы, антирекламы. Мы просто делаем объективную оценку и смотрим, что происходит на рынке. В любом случае, присылают мне тут на днях машинку Zotti, которая очень сильно похожа на Tiguan. Ну, то есть, знаешь, закос под нее. Давайте съездим к ним в салон, посмотрим, что будет предлагать. Нашел тут поблизости одного дилера, который называет себя официальным. В общем, поехали, посмотрим, пообщаемся. А мы подъезжаем, ребята. Ну, короче, место интересное, колоритное. Вот здесь, пожалуйста. Фав, Чанган, Масс Моторс пишут, что официальный дилер. Наверное, китайцы, возможно, официалы. Но сейчас посмотрим. Но, конечно, внешне так выглядят серые дилеры. Откуда вообще сейчас в лучшем случае я живым выйду и даже, можно сказать, выбегу. В общем, поднялся я в салон, все посмотрел. Но я вот показываю вам картинку. В общем, как правило, в таких салонах как раз-таки всегда выгодные цены. Зашел на их сайт предварительно. Все машины в наличии, приезжаю, весь модельный ряд в Зоте отсутствует. Но присутствует на ближайшем складе, поэтому можно оставить предоплату. И вам его привезут. Менеджер сидит в очках Гуччи. В салоне играет рэпчик такой хороший. Куча тачек разных стоит. Просто убежал отсюда. Потому что примерно в такого же рода салонах. Вот у меня сосед тогда встрял. Помните, я вам рассказывал, когда Логан купил, цена которого была 470 тысяч. А там кредит был такой из серии, что 1.200.000 он за него практически отдать должен был бы. Если бы не отвязались от этого кредита. Не хочу наговаривать на салон. Возможно, у них есть хорошие клиенты, которые пришли, покупают, довольны. Если вы такими являетесь, пишите в комментариях. Ну а мы едем дальше. Потому что здесь нам посмотреть нечего. Мы сейчас находимся на Варшавке. Здесь поблизости есть официальный дилер Шкоды. Мы пойдем пообщаемся с ним на предмет скидок на Рапид. Более того, там работает менеджер, у которого я пару раз тачку покупал. Если он сейчас на месте, мы, естественно, его там расспросим. Попросим рассказать какие-то тайны, если он сделает это. После чего я в любом случае скажу, отправь меня в кредитное отдел. И вот посмотрим, что они посчитают и как они себя поведут. Пару слов хочу сказать за Volkswagen Group в целом. Я думаю, многие из вас слышали про ролик от Yardrea, где Audi выставила себя не в самом лучшем виде. Хочу немножко прокомментировать ситуацию. Друзья, это касается абсолютно любого потенциального владельца компании Vagroup. Шкоду вы хотите купить, Volkswagen, неважно, Audi. Имейте в виду, покупая новый автомобиль, не дай бог вы нарветесь на какой-то гарантийный ремонт. Здесь нужно смотреть в оба. Но на самом деле ситуация не самая приятная. И то есть компания себя повела очень странно. Все ждут официального ответа от Audi России. И посмотрим, как они на это отреагируют. Мы же, не размазывая кашу по тарелке, отправляемся в Шкоду. Вот почувствуйте просто разницу, как действительно выглядят официальные гири. Вот Kia, Skoda, Volkswagen и то, что мы сейчас были. Мы были в этом салоне Kia. Я вам показывал. Там меня хотели, как потенциального покупателя, разок нагреть на кредит. Но в тот же момент мы здесь покупали раз тачку за наличку. Естественно, за наличку все смотрели, проверяли. Никто нас не обманул. Вот такой интерьерчик. Тачку-то мы так-то снимали. Поэтому, кому интересно, на канале вы можете найти. Обзор прям полноценный на Rapid есть. Докладываю. В первую очередь, я офигеваю от того, как растут цены. Вот вроде бы совсем недавно я запомнил, что Tiguan в топе стоил 2,5 миллиона рублей. Даже 2,450. Сейчас он стоит практически 2,9. Rapid. Я думал, топовая версия будет на 1900 с пакетами. Сейчас она перешагивает уже практически миллион 200, вот если все собрать по пакетам. Осталось несколько машин у них 2018 года. И вот здесь интересно. Значит, комплектация, которая идет с двигателем 1,4 и с рядом дополнительных пакетов, по прайсу вылетает 1 миллион 168 тысяч рублей. Вдумайтесь, Rapid. Миллион 168. Скидку готова сделать за наличку 150 тысяч. Есть другой вариант с двигателем 1,6. По прайсу машин 1 миллион 84 тысячи. Скидку за наличку готова вот сходу сделать 160 тысяч. Подчеркиваю, машина 2018 года, но она с ПТС, она стоит в наличии. Все новые тачки, ценник вверх. Спрашиваю, ну давайте можешь крит. Он говорит, а смысл крит идти считать? Говорит, ну прямо рассказывает сразу, что пожалуйста, я тебе могу ее хоть за 500 тысяч пробить. Просто сейчас тебе гапов навешу, одного, второго, третьего. По-честному, говорит, если брать, то есть все сам рассказал, весь пакет документов, включая справку 2 НДФЛ, копию трудовой, тогда можно будет добиться хорошего процента из серии 7,9. Плюс будет в любом случае гап. Что такое гап? Когда вы покупаете автомобиль в кредит, в течение года, если вдруг его угонят или он у вас попадет в тотал, то есть полное уничтожение, вам страховая, как правило, выплачивает за вычетом 15-20% это за износ. Все те, кто скажут, сейчас этого нет, на словах, я уже тоже про это слышал, на деле поднимите руку, кто с этим столкнулся, кому в первый год страховая без гапа выплатила всю сумму. А гап вам вот это как раз разницу покрывает, то есть вы купили машину за миллион рублей, через 9 месяцев вас, не дай бог, ее украли, вам миллион рублей вернут. 800 тысяч по страховке и 200 тысяч вот это вот гап. Если вы хотите найти автомобиль, вот сейчас февраль, обзванивайте всех официальных дилеров, ищите у кого что осталось в наличии. Вот сами видите, нашел машинку, жирная комплектация, все будет и камера заднего вида, и цвет интересный, есть зеленый такой, ядреный, как вот на РС, как у них там правильно называется. В общем, выбрать есть из чего, в любом случае нужно звонить, нужно искать. Поэтому те, кто надеется купить автомобиль годовалый, но с хорошей скидкой, пожалуйста, такие варианты еще есть. Значит, пока мы ехали, по пути нарисовался салон Рено и Ниссан, и они у меня были по плану, пойдемте зайдем, пообщаемся и с ними. А в Рено я пришел за Дастером, как бы до миллиона можно найти машину с высоким клиренсом, можно найти с полным приводом, посмотрим, что предложат. Ну, тачка, конечно, пипец, блядь, отделка это нечто. Я прекрасно понимаю, что вам было бы гораздо интереснее, если я зашел по салону, поснимал, но, друзья, сами понимаете, тут же все вылетают, народу полно, да и голос у меня не тихий, а что-то комментировать не получится. Значит, пришел я в Рено за Дастером. Почему Дастер? До одного миллиона полный привод, автоматическая коробка передач повыше автомобиль, с одной стороны, покомфортнее, попрактичнее. В Московской области, да вообще по регионам машина популярная, разбирают. Цена автомобиля 2018 года в комплектации Experience 1 миллион 12 тысяч рублей. Я говорю, нужна скидка, 18-й год, как так? 972 тысячи рублей, небольшая скидка, там, в районе 40 тысяч рублей, плюс дополнительно дает зимнюю резину. Новые автомобили 2019 года уже идут на 17 тысяч рублей дороже. Я говорю, понятно, есть выгодные предложения, есть ли в кредит? Я говорю, так, давайте смотреть. Идем в кредитный отдел Рено Финансбанк. Вот здесь важно понимать. Одно дело, когда вы берете в кредит какую-то стороннюю организацию, типа там Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, ну, не важно. А другое дело, когда Рено Финансбанк, это, как бы, знаешь, организация банковская, да, она при них присалон, то есть им выгоднее давать тебе условия, они тебе и тачку продают, плюс еще и заработают на тебе же на процентах, на дополнительных продуктах. Соответственно, я молча говорю, ну, что там у вас выгодно, 50 на 50 проценты дают вот такую распечатку. То есть 486 тысяч рублей я заношу первоначальным взносом, и далее они мне делают процент 6,9 на 3 года с ежемесячным платежом 18 521 рубль. Ну, здесь я смотрю, сумма кредита 545 тысяч рублей. Возникает вопрос, если 50 на 50, то, по идее, сумма кредита должна быть 486 тысяч. Они об этом изначально умолчали. Когда я поднял вопрос, ну, здесь же есть страхование жизни. И сюда же они положили сразу в кредит каска. Каска рассчитали по цене полная, 31 тысяча. Казалось бы, для такой машины 31 тысяча, полную каску, угон, тотал, ну и так далее, вроде бы неплохо. Ну, смею предположить, что если позвонить по сторонам самому, можно будет найти тысяч за 27, за 26, а 5 тысяч рублей здесь, как бы, ну, будут солидные деньги. При этом, смотрите, я все высчитал. Суммарно переплата получится 120 тысяч рублей. С учетом того, что здесь же уже из этих 120 тысяч рублей будет 31 тысяча за каска. Вы понимаете прекрасно, что когда берут эту сумму, кладут ее в кредит, вы с них еще проценты выплачиваете. Три года. Таким образом, каска вам станет не 31 тысяча, а там 33-34. Я говорю, давайте посчитаем это просто, например, без всего. Сумма составляет 17 тысяч ежемесячный платеж, но отдельно мы должны будем оплачивать каска. Процент 15,5. В таком случае переплата по процентам составит 125 тысяч рублей. Плюс еще мы должны будем заплатить за каска. Вот если начать взвешивать, первое предложение, да, когда идет со страхованием жизни и каска в кредит, и второе предложение, когда только вот под процент берем, ну, на деле получается вот это выгоднее. И выгоднее это с точки зрения того, что мы берем кредит в Рено Финансбанке. Потому что вот эти проценты, они забирают как бы себе, они заработают на автомобиле в любом случае побольше. Если бы они закинули куда-то там в Альфу банк или еще куда-то, предложение было бы гораздо, скажем так, хуже. То есть процентная ставка была бы как минимум 11%, страхование жизни могло бы быть еще больше. Но здесь опять-таки нужно понимать, что это предварительно все. Я сталкивался с точно такой же ситуацией, когда ты приходишь, и тебе выкладывают такие условия, и казалось бы, ну, реально, на самом деле шоколад. То есть ты возьмешь, так при этом ты еще можешь досрочно закрыть, год поплатил, пожалуйста, закрыл его. Но, когда вы придете реально подписываться, здесь могут ситуации измениться. Например, получится так, что Рено Финансбанк вам по каким-то причинам не одобрил кредит, а вам одобрил зато ВТБ или там Русфинансбанк или еще кто-то. Но там условия немножко другие. Платеж у вас будет не 18 500, а, например, 20 000 рублей. Ну, казалось бы, всего лишь на полторы тысячи побольше. При этом вы сидите, вот уже машина ваша рядом. Но если полторы тысячи умножить на 36, то там сумма получится еще 54 тысячи сверху. Таким образом, вы должны понимать, что везде математика, и везде вроде бы как все гладко-сладко, но опять-таки в самый последний момент может случиться обман. Опять-таки ставку могут изменить, там же ставка всегда назначается индивидуально. Одно дело это предложение рекламное, а другое дело, когда дело доходит уже до дела. Понимаете? Дело в деле. Поэтому, друзья, здесь важно, вот я стараюсь вам разжевать простыми словами. Вот в данном случае со страхованием жизни я считаю то, что ну и по калькулятору получается выгоднее взять. Но что будет на деле, когда мы сядем подписываться, вот это вопрос. И завершающее на сегодня Hyundai Auto Center City UG. Пойдемте к ним общаться, смотреть, что будут предлагать. Блондину, скажем так, фартит на информацию. Вот смотрите, сходил я в салон, пообщался, прихожу, говорю, машина нужна до 1 миллиона рублей. Предлагают Hyundai Solaris, в комплектации цена которого 1 миллион 16 тысяч рублей. В 2018 год машина с доп. оборудованием идет защита картера, коврики в салон, тонировка. С учетом того, что в 2018 год делают скидочку по деньгам, кладут в подарок зимнюю резину, и того за автомобиль просят 960 тысяч рублей. Машина в наличии, ПТС, если я не ошибаюсь, тоже можно забирать. Я говорю, ну давайте попробуем посчитать в кредит. Пожалуйста, заходим мы в кредитный отдел. Девушка дает мне распечатку. Просто сижу, молчу, спрашивает, как лучше. Я говорю, ну давайте, какие есть предложения. Говорит, можно 50%. Я думаю, опачки, в Рено было 50%. Давайте здесь то же самое посчитаем. 50% и тут получается следующее считаться. Вот такое она мне распечатку дает. Называет сумму платежа. Спрашивает, как вам вообще комфортно? 18 681 рубль в месяц платите. Говорит, да конечно комфортно, потянем, сможем. И вот смотрите, 11,3 здесь, там было 6,9. По сути, сумма долга плюс-минус одна и та же. Но вместо того, чтобы мне здесь забить сумму долга 475 тысяч, она забивает сумму долга 568 тысяч и молча. Но, отмечу, когда я начал считать на калькуляторе, она заподозрила, что там такая. Ну и страховка, конечно же, в тело кредита. Вот серьезно говорю, так же тихо сказала. Вот по-честному, ни в коем случае ни на кого никогда ничего не наговариваю. Суть какая, 93 тысячи рублей вкинули сверху страхование жизни. Откажетесь, ставка вырастет еще примерно на 4 пункта. То есть будет в районе 15,5. Это прямо вот вам идеальный пример, когда я вам только что рассказывал, то что Ренофинансбанк для себя дает более низкий процент, но при этом все равно вкидут какие-то услуги, но пониже цена все равно. Но при этом они зарабатывают, вы понимаете, о чем я говорю. А здесь сторонние банки Русфинанс, Сетилем, Совком, ВТБ-24. И ситуация какая? Можно податься, еще не факт, что одобрят, не одобрят. То есть все так же может быть индивидуально. Можешь прийти, совсем другие условия могут быть прямо в последний момент. Ставку могут поднять на 1%, на полпроцента. Либо то же самое сделать, но опять-таки 93 тысячи. Это уже совсем не смешно. Если начать считать, то я думаю, вот здесь, в этой ситуации, 100% будет выгоднее взять кредит под ставку там 15,5%, но без страхования жизни. Друзья, вот таким получается этот видеоролик. Мы с вами прокатились по различным дилерам, пообщались, посмотрели ситуацию. Вот можно продолжать дальше так же кататься, смотреть, считать. Опять-таки поймите правильно. Туда, куда я заходил, где мне делали сразу сходу честное предложение, когда сразу показывали, бывает и такое. Также вы видите, вот зашел в сторонний сервис, когда сам заметил, тогда да, конечно, сказали страхование жизни. Хотя об этом они умолчали. Но первый раз, когда зашел в ладу, прям сразу развернули, все разложили, сказали, вот такое-то, такое-то будет в сумме. Вот так я считаю правильно. Поэтому делайте выводы, будьте всегда предельно внимательны. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, потому что мы стараемся делать для вас полезные ролики. Сидя дома на диванчике с чайком, посмотрел, и уже знаешь немножко больше. До новых встреч, всем пока-пока.